Ханс Халяйен, автор афоризма «Архитектура – это всё» войдет в историю прежде всего как архитектор, хотя ему удалось реализовать себя и в других областях. Как дизайнер он проектировал буквально всё, открывать и до рояля, и работал во многих известных компаниях. Родился в 1934 году, заканчивал Венскую академию художества, учился в Иллинойском институте технологии в Университете Калифорнии Беркли. В 1964 году основал своё архитектурное бюро. Живет в Вене, строит и преподает по всему миру. Самое интересное, что человек таких широких взглядов впервые прославился своими проектами крошечных пространств. Самым маленьким из них была телефонная будка, которую он выставил на парижской биеннале, объяснив, что это и есть идеальное жилище для современного жителя мегаполиса, связь со всем миром обеспечена, а сидеть можно и на ящике из-под мусора. Настоящий успех ему принёс проект венского свечного магазина, который позже прозвали самым маленьким из всех известных первых заказов. Фасад длиной всего 3,5 метра, который Халяйн выполнил из гладкого анодированного алюминия, резко контрастировал с историческим зданием, частью которого являлся. Необычный проект сразу же привлёк международное внимание и получил престижную премию имени Рейнольдса, размер которого превысил не только сумму гонорара архитектора, но и стоимость строительных работ. Этот же принцип контраста старого и нового использован в самом известном творении Ханса Халяйна в здании универмага Хаас Хаус, который стоит на центральной площади Вены Стефан Планс. По соседству с символом Старой Вены, собором Святого Стефана, архитектор выстроил ультрасовременное здание с фасадом из зеркальных плоскостей, в которых отражаются вершины готического собора. Не менее известен и его миниатюрный магазинчик Шолин, встроенный в первый этаж шестиэтажного дома с барочным фасадом на пешеходной улице Грабен. Фрагмент фасада, относящийся к магазину, имеет 3 метра в ширину и 6 метров в высоту. Халяйна решает в его архитектуре агрессивно-контрастной, вежливой архитектуре всего фасада исторического здания. Он создает облицованную пестрым полированным гранитом фасадную плоскость, перечеркнутую вертикальной трещиной апокалиптического технического разлома. Через зияющую рану разлома видны подсвеченные пакеты золотых трубочек, изящно изогнутых пластин. Диковинная бижутерия напоминает сокровище в пещере Али-Бабы. К 80-м годам Халяйн приобрел мировую известность. У него за плечами был ряд крупных проектов в разных городах мира, включая Берлин, Тегеран и Москву. Он оформил пресс-центр американского посольства. В 83-м году он был удостоен высшей награды Австрии в области изобразительного искусства. Двумя годами позже ему присудили притцеровскую премию. Двумя годами позже ему присудили пресс-центр американского посольства. Группа Memphis была образована в Милане в 81-м году. Эттори Сатсаном, Андреа Браци и Микеледа Луки. В сентябре 81-го года группа впервые показала свои работы на выставке в шоуроме Art74. В Милане коллекция мебели, светильников, часов и керамики, представленная в Милане, была создана интернациональной группой дизайнеров, в том числе и Хансом Халяйном. Постмодернистская скамья сидения в форме зекурата, которую Халян придумал для знаменитой выставки группы Memphis, открывшейся в Милане в 81-м году, на фоне других его работ выглядела шуткой мастера. В последние 20 лет он проектирует очень много в Италии, Германии, Астрии и Китае. Одним из самых ярких проектов – музей вулканизма во французской Оверни, оформленный таким образом, что у каждого входящего создается впечатление, что он движется внутри вулкана. Ханс Халяйн выступает в роли дизайнера, свободного художника, сценографа, декоратора. Он создает интерьер, ставит спектакли, проектирует предметы декоративно-прикладного искусства, посуду, мебель, различные виды осветительной аппаратуры, оформляет выставки к национальным мероприятиям и многое другое. Продолжение следует...